И снова здравствуйте, вы на канале Девайс, и сегодня мы рассмотрим материнскую плату Asus Prime H410MA. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, будет много интересного. Итак, начнем. Материнская плата раскрывает максимальные возможности новейших процессоров Intel Core 10-го поколения. Функция Energy Processing Unit – IPU – автоматически оптимизирует энергопотребление системы, а в специальном режиме с пониженным энергопотреблением отключается питание от неиспользуемых контроллеров ввода-вывода. Модуль регулятора напряжения – VRM – DigiPlus обеспечивает управление параметрами электропитания в режиме реального времени и позволяет точно настроить работу регулятора напряжения центрального процессора для обеспечения максимальной стабильности и производительности системы. Разъем М2 на данной плате обеспечивает скорость передачи данных до 16 Гбит в секунду. Он идеально подходит для подключения современных твердотельных накопителей, которые позволяют значительно ускорить стартовую загрузку операционной системы и запуск приложений. С высокопроизводительными компьютерами, как правило, используется большое число периферийных устройств, и данная материнская плата предлагает для них множество портов USB, в том числе разъемы USB 3.2. За счет использования высококачественных компонентов и продуманной конструкции аудио подсистемы платы может похвастать отличным качеством звучания. Изоляция обеспечивает качественное разделение аналоговой и цифровой части для снижения уровня взаимных помех. Для повышения качества аудиосигнала левый и правый каналы расположены на разных слоях печатной платы. Конденсаторы известных японских производителей способствуют высокому качеству звука. Задняя панель включает в себя два порта PS2, по одному выходу DVI-DSUB и HDMI, два порта USB 2.0, два порта USB 3.2, один LAN, одна LAN-розетка и два порта аудио подсистемы. Материнская плата обеспечивает всесторонний контроль работы вентиляторов. Каждый вентиляторный разъем может быть настроен на регулировку на основе данных от нескольких термодатчиков. Каждый вентиляторный разъем платы поддерживает автоматическое определение типа вентилятора с регулировкой по шим или напряжению. Отдельная интегральная схема предназначена для защиты вентиляторных разъемов от перегрева и перегрузки потоку. Технология ASUS Optimem подразумевает оптимизированную разводку дорожек для слотов памяти в определенном слое печатной платы с целью уменьшения размера переходного отверстия, а также добавление зоны экранирования для устранения электромагнитных наводок. Safe Slot – это разработанный ASUS конструкция слотов PCI-E, которая отличается улучшенной прочностью и обеспечивает усиленный зажим видеокарты. Такой слот изготовлен с использованием нового процесса формования со вставкой, во время которого в него интегрируется металлический каркас. Он прочно закрепляет слот на материнской плате с помощью дополнительных точек пайки. Разъем проводной сети на данной материнской плате оснащается специальной защитой от статического электричества и перепадов напряжения. Задняя панель материнских плат ASUS изготавливается из нержавеющей стали, покрыта тонким слоем оксида хрома, который обладает антикоррозийными свойствами. Благодаря этому она может похвастать долгим сроком службы. Приложение Armory Crate представляет собой единый центр управления продуктами ASUS. В его интуитивно понятном интерфейсе представлены различные настройки, связанные с подсветкой и аппаратными параметрами. Кроме того, здесь имеются специальные разделы для просмотра новостей от ASUS и регистрации купленных устройств. PanSport 2 Plus – полный контроль над работой вентиляторов. В режиме автоматической настройки все параметры работы системы охлаждения настраиваются одним щелчком мыши. Достойных упоминаний отзывов на эту материнку в интернете я не нашел. Если вы уже обладатель этой материнки, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на мой канал. До встречи в следующих обзорах. Подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Девайс, скоро увидимся!